Всем привет, дорогие друзья! С вами Роман Томоев и Республика ТВ приветствует вас. За последнее время вопрос нелегальной миграции, да и легальной в том числе, достаточно остро стоит в информационной повестке нашей страны. И действительно, этот чудовищный террористический акт в Москве, в Крокус-Сити-Холле, он вскрыл определенные проблемы, о которых и депутаты, и общественные деятели в нашей стране говорили постоянно. Так, сегодня мне хотелось бы заострить свое внимание буквально на нескольких тезисах. Первое. Что делать для того, чтобы миграционный вопрос можно было нормализовать и сделать его человеческим? То есть, какие нужно внести изменения в законодательство, что нужно сделать для того, чтобы наши люди, граждане страны, могли спокойно спать, трудиться и вообще, в принципе, жить. Второе. И самое главное. Что необходимо предпринять всем нам, гражданскому обществу, активистам, депутатам, простым жителям, самим мигрантам, въезжающим сюда для работы, для того, чтобы наладить некий консенсус, спокойно, опять же, жить, работать и развиваться. Итак, вот этот миграционный вопрос, друзья, он стоит в повестке дня, повторюсь, уже достаточно давно. Мы постоянно видим какие-то бытовые конфликты, мы видим, что неконтролируемый их приезд на территорию нашей страны создает определенные проблемы. С чем это связано? Во-первых, менталитет. Сразу же скажу, что Советского Союза уже нет. Прошло более 30 лет с его распада, и ни одно поколение уже выросло на территориях бывших советских республик, которые по менталитету своему уже не советские граждане. Мало что осталось из того, что нас всех могло объединить. Нет той идеологии, нет тех нравственных, этических ориентиров, хотя можно, конечно, поспорить и сказать, что уважение к старшим, там, не знаю, любовь к своей семье, там, какие-то традиционные вещи, да, как бы это основа. Но я говорю о тех ценностях и тех вещах, которые позволяли в Советском Союзе всем нациям жить, работать, дружить, трудиться и так далее. То есть это абсолютно другое поколение с точки зрения мыслей в голове. Это надо понимать. Незабываемый тот фактор, который тоже оказывает огромное влияние на приезжающих в нашу страну работать граждан. Это же, конечно же, религиозный фактор. Вы знаете прекрасно, что Средняя Азия, там, под брюще рядом Афганистан, это всевозможные радикальные религиозные течения всевозможные, да. И из-за того, что, я так думаю, уровень образования недостаточно высок, это та среда, куда легко проникают какие-либо античеловеческие, анти... просто людские какие-то вот религиозные движения, течения там и так далее. Поэтому, приезжая в Россию, они сталкиваются с абсолютной свободой. То, что нельзя сделать там, можно делать в России, потому что окошко открыто. По данным Министерства внутренних дел нашей страны, если мне не изменяет память, значит, в том году к нам прибыло более 10 миллионов мигрантов. И многие из них не по трудовым договорам, не конкретному работодателю. Они просто приезжают в нашу страну для того, чтобы найти, может быть, в погоне за лучшей жизнью. Сразу же скажу, я интернационалист. Я реально за дружбу народов. Нет плохих наций, есть просто люди, засранцы, негодяи, мерзавцы, представляющие тот или иной народ. Это истина, это так и есть. Но после того, как случилась эта трагедия, безусловно, в информационном поле стали поднимать множество всевозможных вопросов. Косо кто-то начинает смотреть, читаешь комментарии в социальных сетях, и там кроме ненависти в массе своей ничего нет. Что же должно сделать государство для того, чтобы упростить эту задачу, сделать так, чтобы всем нам здесь жилось спокойно и аккуратно. Но прежде всего, навести порядок миграционной политики. Свою страну надо уважать, ее надо любить. Дефицит кадров, это правда, ребят, дефицит кадров огромный. В строительном бизнесе, в сфере услуг элементарно просто не хватает людей. Это так и есть. Вы почитаете статистику, вы все увидите прекрасно. Там все показано. У нас даже многим строительным организациям на территории у нас в Сибири, я лично многих знаю, да и общаюсь, понимаю, какие у них проблемы. Не хватает рабочих рук, нет специалистов. Там от каменщиков, отделочиков, прорабов и так далее. Тут как бы вопрос уже вытекает в другую плоскость. У нас в принципе не совсем развита сфера среднеспециального образования. И поэтому именно туда надо вкладывать тоже свои силы. Развивать, помогать. Потому что среднеспециальные учебные заведения должны выпускать именно профессионалов. Отделочиков, маляров, штукатуров, бетонщиков. То есть их на рынке катастрофически не хватает. Что делает строительная компания правильно? Не знаю, какими путями, где-то их находят, привозят. Более-менее грамотных толковых оставляют у них работы, завал. Очень много, я знаю, что говорю. А в массе своей найти кого-то практически невозможно. И вы, наверное, неоднократно видели и сталкивались с картиной, когда в крупных городах есть скопление мигрантов, когда они к подъезжающей машине прям подбегают с сумками. Просто приехали испытать какое-то некие такое, знаете, проверить себя. Найти какую-то свою удачу, закрепиться где-то. Во многих местах действительно есть еще вторая проблема. Анклав населятся, не интегрируются в российскую действительность. Не принимают российскую культуру, культуру народов. Особняком живут. В городах-миллионниках появляются территории, где исключительно проживают мигранты из стран Средней Азии. Повторюсь еще раз, нужно наводить порядок. Одно из предложений, конечно же, это наладить работу в этом вопросе. Если ты приезжаешь в нашу страну, то ты должен приезжать к конкретному работодателю, заключать с ним трудовой договор, отрабатывать его, зарабатывать деньги и возвращаться в свою страну. Каким образом, третий вопрос, каким образом миллионы людей получили российское гражданство, не владея русским языком от слова совсем, это опять же вопрос к нашей системе. Каким образом это вообще можно было допустить? Взятки, коррупция, бардак какой-то. Уверен, что элементы этого всего вышеперечисленного имеют место быть. Поэтому я считаю, что когда ментально наши граждане сталкиваются с другим каким-то этнокультурным каким-то вопросом, когда идет непонимание даже элементарно на лестничной площадке, во дворе, терпят люди, терпят люди. Но рано или поздно в любом случае социальный взрыв в этом вопросе не минуем. Еще раз говорю, всем абсолютно добро пожаловать в Россию. В Россию нужны, чтобы приезжали к нам высококвалифицированные кадры, хорошие специалисты, чтобы в правовой плоскости все было, заключены договора, все было предельно открыто, чтобы миграционный процесс не выглядел каким-то адом. Вы поймите, после развала СССР в странах бывшего Советского Союза остались миллионы русскоговорящих людей. Так вот, они проходят через горнило таких испытаний, чтобы получить или вид на жительство, или гражданство Российской Федерации. Они сидят, вот они, готовые специалисты, Россия, прими их. Но в том вопросе колоссальные проблемы в Ютубе, в интернете, огромное количество снято фильмов, что наши русскоговорящие граждане, которые хотят вернуться в страну, значит, работать, трудиться, развиваться, они просто это титанически сложно сделать. А вот почему-то для прибывающих тех же ребят из Средней Азии, молодых, сильных, в самом расцвете сил, не говорящих по-русски, не знающих наших культурных особенностей, менталитета тех территорий, куда они приезжают, традиций, быта и всего, в раз, два, три уже раз гражданин России. Каким образом? Как это получилось? Кто экзаменовал? Потому что вы сами видите, что в интернете полно всевозможных роликов по поводу того, что по-русски даже не говорят, приезжают и создают, взбиваются в эти группы анклавные, криминализированные в массе своей тоже есть. Там криминал же оттуда идет. По статистике, в 2023 году рост преступлений среди мигрантов увеличился на 70%. Это официальная информация, ее не надо бояться озвучивать или говорить. Это огромная проблема. Третий момент, который тоже мне хотелось бы упор сделать. Те, кто давно работает в России, честно работает от водителей в системе ЖКХ, в рынке услуг, в строительной сфере, кто обзавелся семьями, честно, справедливо работает, платит налоги. Замечательно. У меня даже есть пример. На лестничной площадке из Узбекистана живет замечательная семья. Когда она выводит своих детишек в школу, они очень опрятно одеты, прекрасно говорят на русском языке. Мать и отец работают. Отец работает на одном из рынков, а мама работает в ЖКХ, в компании, убирают там все и так далее. Это отличный пример. Здравствуйте, до свидания, русский язык, все четко, опрятно, великолепно. Интегрировали, живут, с соседями общаются, никаких проблем. Но, когда есть огромное количество примеров, когда в наших школах, в крупных городах, в классах по 30-35 человек, и из них 25 человек, это дети из семей мигрантов, которые по-русски не говорят, как они будут учиться, как мы ломаем учителей. Это огромная проблема. Я считаю, это она катастрофическая, потому что, не знаю по какой причине, не интегрируется в общее какое-то общественное пространство, связанное с празднованием праздников, с общением или еще где-то. Если где-то и делается, то глобально на уровне совершеннолетних ребят, когда и русские там есть компании, и из Кавказа кто-то из коренных народов и так далее. Это я приветствую, это здорово. Ведь каждый родитель, я уверен, из мигрантов, который был первой, второй волны, может быть, их дети уже выросли, я уверен, что родители их любят. Они хотят, чтобы они стали уважаемыми людьми, хорошо устроились на работу, вообще просто в жизни состоялись. И это отличный пример, весь мир нам тому пример, как это должно происходить. Попробуйте прийти в какую-то страну Европы, не буду там пальцем показывать, центральной Европы, западной Европы, попробуйте туда приехать легко, вот так вот, без проблем. Тем более получить гражданство, чтобы получить гражданство той же Испании, или Португалии, или Италии, нужно быть финансово обеспеченным человеком, если это не касается там просьбы о политическом убежище или еще что-то, тогда тебя примут, тогда ты вложишь своими деньгами в экономику этой страны, ты будешь налогоплательщиком, все, иди интегрируйся вперед. И многие интегрируются, потому что менталитет все-таки европейский и русский, он схож, общность каких-то исторических, культурных моментов и так далее. А здесь немножечко вопрос стоит в другом. У нас огромное количество коренных народов России. И мне иногда очень неприятно, очень, знаете, обидно смотреть, когда граждане нашей страны в Москве, в Петербурге, в других столичных территориях, да, видят, допустим, якутку и начинают исполнять не очень правильные вещи, оскорбляют там и так далее. А это якутка, это гражданка России, это коренной наш народ, уважаемый, очень интересный, самобытный, очень крутой. Якутия, привет! Это как пример. Бурятов путают, тувинцев, алтайцев и так далее. Вот немножечко не тот разрез глаз и всех под одну гребенку. Почему мы это допустили? Почему это происходит? Потому что такова идет вот эта информационная машина. Люди озлоблены, люди ненавидят друг друга, люди стали злыми, поскольку нет той идеи, которая бы всех нас объединяла, той ключевой идеологии, которая у нас в Конституции не прописана, и которой некоторые депутаты Государственной Думы боятся как огня. Они думают, если мы пропишем идеологию в Конституции, то мы нарушим священное для них, может быть, такое понятие незыблемости демократических прав и свобод. А вы идеологии хотите всех уравнять? Да нет, у нас должен быть ключевой посыл, чтобы люди понимали, ради чего, для чего, кто это, кто там. Короче, масса вопросов. Поэтому кто-то говорит о визе, о введении визового режима со странами Средней Азии. Мол, это поможет нам навести здесь порядок. Вполне возможно и поможет. И вполне возможно, может быть, это и необходимо. Но опять же, это очень тяжелый для нас вопрос, поскольку интеграция стран Средней Азии с Россией и в торговле, и в экономике. Есть межправительственные договоры, которые ускоряют развитие человеческих ресурсов, товарных каких-то движений, да, и материальных каких-то вопросов. Поэтому это может где-то что-то остановить, притормозить и так далее. Это тоже дискуссионный вопрос. Но то, что он наведет порядок, и то, что будет известно, что ты купил билет туда, и ты должен брать билет обратно, как некая гарантия, как делается в других странах, когда ты куда-то летишь, обязательно должен быть билет обратно. То есть вопрос, в принципе, дискуссионный, а почему бы и нет. Поэтому я считаю, что миграционный вопрос, он очень тяжелый, но нам надо его решать. Поскольку психологическое, моральное, эмоциональное состояние граждан России, родившихся здесь, проживающих здесь постоянно, да, корнями вросших просто в российскую землю, это прежде всего, это безопасность наших граждан. И для того, чтобы в миграционном потоке это все навести, нужно предпринять эти меры. Еще раз говорю, государственная компания, работа в России, будет неким таким оператором, который будет связывать работодателя и работника, приезжающего с других стран ближнего зарубежья. Поэтому это как одна из инициатив. Я все-таки выступаю за ужесточение миграционного законодательства, и наоборот, сделать его более доступным для русскоговорящих граждан из любой страны мира. Это хоть из Средней Азии, хоть с Южной Америки, с Африки, с Европы, без разницы, нам нужны люди. У нас большие проблемы с точки зрения демографии. Я считаю абсолютно неверным, когда на исторических территориях, на исторических землях коренных народов нашей страны появляются люди, которые никаким образом к ней отношения не имеют. И самое главное, не интегрируются в это общество, не учат русский язык, не принимают культуру, навязывают свои какие-то поведенческие модели. Это неправильно. По Москве бежит девчонка, занимается спортом, ее останавливает мигрант, дал ей черка, унижает ее, оскорбляет. Как ты могла одеть такую обтягивающую спортивную одежду? Ты не имеешь на это права. И таких бытовых вопросов, которые иногда кем-то замалчиваются, иногда кем-то не освещаются, их очень много. Я сомневаюсь, что гражданин России, приехав в какую-либо другую страну, будет себя вести и навязывать свои поведенческие нормы. Это неверно, я ни разу такого случая не видел. Поэтому ужесточение оно, безусловно, необходимо. И огромный вопрос по прибывающим к нам в страну нужно брать под особый контроль. Об этом, кстати, говорил и президент России Владимир Путин. Об этом говорили большие соборные мероприятия и русского народа, и так далее, и тому подобное. Я эти вещи приветствую, поскольку безопасность всех нас, она важна. И в завершении, добро пожаловать в Россию. В Россию добро пожаловать всем тем, кто хочет честно и справедливо работать, кто хочет дать будущее для своих детей. Работы в России действительно много, требуются везде. Но законы соблюдать, русский язык учить и быть ответственными, прежде всего, за тот народ, который вы представляете на территории Российской Федерации. Мы за дружбу народов, за мир. Повторюсь, нет плохих наций, есть просто гаденыши, которые тот или иной народ могут позорить. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал Республика. С вами был Роман Томоев. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова